Олег Васильевич давно знаком с Юлией Алексеевной, старается обязательно навещать ее в канун Великой Победы. Вот и сейчас руководитель администрации города Читы поинтересовался у нее состоянием здоровья, спросил, нужна ли какая-то помощь. По заверению хозяйки все в порядке. Недавно ей выписали хорошие таблетки, которые помогают от давления. Хорошего самочувствия прибавляют ежедневные прогулки на свежем воздухе. Пенсии ей хватает, внуки не забывают и помогают. А сегодня Юлия Алексеевна сходила в магазин и для гостей купила торт. В свои 96 лет она сохраняет оптимизм и светлое отношение к миру. В 19 лет я закончила школу. Как раз поехали мы на курсы подготовительные учителей. Только приехали, не проучили. До июня месяц мы пока устраивались, и война началась. Какие учеба? Все, учеба пропала. Вернулись домой и стали работать. Я поступила в военкомат. В военкомате проработала год. Я замкнуш вышла рано и осталась беременная. Мужа взяли на фронт. В начале войны Юлия Алексеевна проводила мужа на фронт, а сама вернулась в Нерчинск. Больной отец не сдался в уходе. Здесь работала в школе. Уже после войны закончила кооперативную технику. На заслуженный отдых ушла только в 74 года. За добросовестный труд имеет много наград, которые бережно хранит в шкатулке. Есть у нее и грамоты, и благодарственные письма. В Нерчинске организовали эвакогоспиталь, а мужчин не было. Поезда с ранеными приходили через сутки, через двое. Разгружать некому было. Единственная женщина, да два старика. Вот мы ночами, часа в два ночи, сторож там бегает какой-нибудь мальчишка, стучит в окно. Пришел поезд, надо разгружать. Собираешься ночью и идешь. Отащить носилки худые все, маленькие были. Тяжело, конечно, было. Ну а что сделаешь? Прощаясь с этой светлой, удивительно доброй женщиной, Олег Кузнецов пожелал ей крепкого здоровья и напомнил, чтобы обязательно обращалась, если все-таки потребуется помощь. На сегодняшний день у нас 176 участников Великой Отечественной войны. Поздравляем всех с наступающим праздником 74-й годовщины Великой Победы. Ну и, конечно, желаем нашим ветеранам только здоровья крепкого и счастья, удачи. И всем нам быть с ними постоянно рядом. Анжелика Гришина, Вера Селезнева, Андрей Шаронов. Время новостей. Спасибо.